День второй. Всем привет, ребята. Продолжаем играть в игру Darkwood. Давайте отсюда выбираться. Шкаф этот только мешается, но без него, возможно, я бы не справился. Опачки. Это кто такой еще? Оборотень. Твою вонь слышно за километр. Радуйся, что я не ем падаль мясцо. Капюшон скрывает лицо говорящего. От него разит мокрой землей и шерстью. Я знаю, что ты ищешь. Я помогу тебе вернуть пропажу, если ты взамен поможешь мне. Что ты на это скажешь, дорогуша? Фигура наклоняется ко мне, и из-под капюшона доносится тики-хохот. Я знал, что тебе будет интересно, но перед тем, как мы пожмем друг другу руки, ты должен доказать, что сможешь выполнить поставленную задачу. Мне не хочется тратить время на каких-то неудачников. Ты, я надеюсь, понимаешь это, а, мясцо? Покажи, чего ты стоишь, доберись до глухого леса. Думаешь, это так просто? Я бы на твоем месте получше подготовился к этому путешествию. Когда туда доберешься, жди меня здесь, запомни это место. Оборотень забирает мою карту и что-то на ней молюет. Такие как ты в итоге всегда приползают ко мне. Такие как я, и она что, тут много что ли? Ну что ж, давайте посплетничаем. На твоем месте я бы далеко отсюда не уходил, ну разве что если тебе мясо жить надоело. Немногие вернулись из этой чаще, а те, у кого это получалось, не были уже в состоянии рассказать о своих приключениях. Хе-хе. Издевается еще. Ну что, давайте тогда покажем ему предмет, я думаю, что это будет пластиковый цыпленок. Красивая вещица. Хе-хе. Что это у тебя? Оборотень выхватывает фотографию у меня из рук и внимательно ее рассматривает. В итоге он взрывается смехом и обрызгивает фотографию густой желтой слюной. Ха-ха-ха, это дорога. Ее давно уже нет, она заросла, как и все остальные. Вот ты меня утешил, а? Оборотень бросил фотографию на пол. Лучше забудь о дороге домой, мясо. В этом лесу все дороги ведут только в жопу. Хе-хе-хе. Так, ну что у тебя есть тут, а? Слушайте, у него много чего есть, но вы посмотрите, какой ценник здесь. Двести. Тридцать. Шестьдесят. Семьдесят. Ёлки-то палки. Сто пятьдесят. Мда. Мне даже на бензин не хватит, на канистру. Хе. Да и толку-то от тебя тогда торговец, где мне столько набрать? Ну а если бы ты захотел еще полюбоваться на прекрасное и суровое величие моего гения, перед тем, как пойдешь в глухой лес, то можешь найти меня в моем же лагере на сухом лугу. Оборотень указывает и местоположение на карте. Очень рад я этому, конечно. Вот он, значит, оборотень. Лагерь оборотня. А это у нас... Чуть не понял. И там, и там, что ли? Да. Получается, у него два лагеря. Ладно. Я тебя понял. Так, куда бы нам, ребята, даже, не знаю, отправиться-то, а? Слишком-слишком быстро выдыхаемся. Неужели здесь никак нельзя повысить себе выносливость? Давайте выключим генератор. Оу, да он совсем обсох. Вот незадача. Давайте-ка наполним. Сколько у нас за ночь уходит? Где-то одна шкала, да? Одна даже с лишним. Ну что ж, думаю, вот этого будет достаточно. Канистра пуста. Так, замечательно. Пойдемте. Мне бы что-нибудь найти. Хорошенького. Лут какой-нибудь. А то я как бомжик. Ничего нету. Абсолютно. Так, опасные грибы тут валяются везде. Надо их обижать. Оу, только не псины. Ёлки-то палки. И ни одна при чем там. Лучше давайте так сделаем. Обижим их. Ну, действительно, я как ёжик в тумане. Опа, вот это мы заберем. Металлолом нам пригодится. Получилось. Ну, где-то тут эти псы кричат. Здесь, видите, что плохо по карте? Мы не обозначены. Мы вот двигаемся с вами так. Наугад. Ну, я запомнил приблизительно, где мы находимся. Находимся, по крайней мере, рядом с чем. Вот и... Оу, опять пёс. Ну, ё-моё. Ну, давай, подходи. Чё, сдрифовал? Ладно, не хочешь, как хочешь. Но он меня уже заметил. Он лаял именно на меня. Не пойму я, куда я иду, зачем, в какую... Ну, в какую сторону-то я понимаю, но... К чему? Вот это для меня уже загадка. По-моему, тут вообще везде уже тупик. Давайте аккуратненько здесь пройдём. Что, что, что тут за... Ага, смотрите-ка. Грибочки тут. Странные лежали. Они нам нужны. Ядовитые грибы. Ну, эти нам трогать не стоит. Так, погодите. Что это за звук? Где у нас там чё? Колотит, я не могу врубиться. Интересно. Я уже отошёл, а звук меня как будто преследует. Так, открыта новая локация. Сгоревший дом. Опачки. Машинка валяется. Но в ней ничего нету. Жаль. Опа-на, ещё грибы. Замечательно. Давайте их заберём. Вижу там трактор. Позади. Что, что с музыкой случилось? Опа-на, сигнальный факел и тряпки. Металлическая дверь. Ага, здесь нужен ключ. А где мне его взять? На выход. Не понял юмора. Значит, грузовик уже ждёт. Странно. В той комнате кто-то есть. А как мне тут... А, ключ нужен. Дверь железная, её никак не взломать. Я сказал, блядь, на выход. О, хотя бы бензинчик и гвозди. Тоже неплохо. Обойти мы, так понимаю, не можем здесь ничего. И перепрыгнуть тоже не получается. И даже не разбивается. Слушайте, ну если в той комнате люди были, да, на выход, машина нас ждёт. Значит, там, получается, есть дорога. А получается, мы в данный момент на самом верху карты. И нам не пройти туда. Чёрт подери, где этот ключ-то взять, а? Так, упавшее дерево тут валяется. Пока всё тихо. Единственный вопрос, сколько сейчас времени? Даже по солнцу не определить. Но зато петухи, вон, кукарекают. Так, а это что у нас тут такое? Открыта новая локация. Лагерь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо, собачки. Две псины здесь у нас. Ладно. Давайте-ка с этой стороны попробуем обойти. Глянем получше. Ого, две, четыре. Четыре пса. Блин, интересно, по одной можно их выманить, а? Ядрёно ваш! На. Воу, вот это я попал, по-моему, ребята. Вот это я ступил. Щет. Да что ж ты не бьёшь-то? Ай, корявый. Отлично. Нет, не отлично, нифига, блин. Последняя осталась. Последняя я. Да что ж ты промахиваешься-то? Оу, по-моему, кранты. Нет, всё-таки выжили. Хух. Так, давайте-ка мы с вами подхилимся маленько. У нас как раз есть бинты. Ну, я бы здесь бы, наверное, сказал, что нужны для серьёзных ран, а не такие фуфловенькие. Ну, придётся удовольствоваться тем, что есть. Потихонечку-потихонечку у нас накапливается жизни мясо. Собачье мясо. Надеюсь, оно нам пригодится. Так, ещё, ещё одна псина вроде... Оу, 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 тихо, тихо, тихо. Только этого ещё амбала здесь не хватало. Что ж, три куска мяса есть, это хорошо. И ещё одна псина вроде бы здесь у нас осталась. Давайте-ка мы её сейчас по-бырикому зачикаем здесь. И обшмонаем этот лагерь. Ну, давай, давай, давай. Опа. Блин, опа, вот и опа. Готово. Так, не могу взять. Только лишь три куска помещается. Ну, что здесь у нас? Кастрюлька. Ага. Мясо они варят. Так, рюкзак. Опачки, канистра. Вот это хорошо. Канистрочка нам пригодится. Бутылка пустая и стеклянная. Кстати, до сих пор так и не понял, зачем они нужны. А вот тряпочки нам пригодятся. Будем из них делать бинты себе. И всё, что ли, на этом? Ну, я так не играю. Да, действительно, ничего больше здесь нет. И оружие это моё уже практически на исходе. Буквально один-два удара, и оно, наверное, сломается. Так, вроде бы уже как темно. Надо возвращаться, наверное, к себе в домик. Вот если это лагерь, ещё и ливенький пошёл. Зачем он нужен, ума не приложу. Блин, походу, чётко заплутал я. Чё-то не могу понять. Бегу, бегу и всё, не могу добежать. Это что такое? Что это за чудило? Так, открыта новая локация. Жертвенник. Ну-ка, дай-ка я его... Куда? Куда побежал? Эх, мы! Бежит-то, как каракатица. Блин, ну, тем не менее, я не могу его поймать даже. А вот засранец, а. Раскоряка. Да ну, это нереально. Бесполезно. Ладно, давайте посмотрим, что он тут делал. Короче, знаете, на что похоже? На кусок церкви почему-то. Подожди, идти-то дальше-то, ядрё наложь. Ага, вот он. Мой родной забор. Мой же. Да, мой. Так что всё. Я в домике. Ну что ж, давайте, наверное, запустим генератор. Так, где у меня тут бензинчик? Надо залить ещё малёк. А то как-то мне не нравится. Хотя бензина тут тоже мало. Ну, лучше так, чтобы точно, со стопроцентной верностью нам хватило на всю ночь. Всё. Казистр пуста. Включаем. Ага, как хорошо, когда светло. В этот дождливый денёк лучше сидеть дома. Так, вот сделаю. Ну что у тебя так быстро от дышка-то наступает, а? Ну-ка, колодец. Ага, отлично, выносливаясь. Сейчас в колодце нет воды, но до завтра она должна прибыть. Это хорошо, что она должна прибыть. Так, где у меня грибы мои? Вот они, родные. Эх, чуть-чуть не хватает буквально ещё, чтобы я мог выучить себе, наверное, что-то или сделать какую-то инъекцию. На верстаке капкан с цепью. Хм, могу сделать. Один есть. Так, два капкана мне хватит. Сейчас мы их расставим. Бутылка с токсичным газом. Это нам не нужно пока. Так, сигнальный... Фонар... Сигнальная ракета. Улучшить верстак. Мне не хватает материалов. Слушайте, вот теперь уже, наверное, я думаю, что пора включать генератор. Вроде бы уже потемнело. Довольно сильно. А то опоздаем, и всё, и крантарики. Вот так-то оно будет лучше. Ну что же, бежим домой. Барракалируемся. И ждём, наверное, следующего дня. А вот куда мы потом пойдём, я пока ума не приложу. Да куда ж ты не с ту сторону, ё-моё. Ладно, закрыли. Давайте-ка эту табуретку. Представляй, да? Табуреткой закрываем дверь. Как будто она спасёт. Так, здесь тоже. Да что ж ты будешь делать-то? Закрывай. Осталось только зайти нам в нашу комнатку. Ну, тут абсолютно ничего нету. И закрыть её. Так, отлично. Давайте, наверное, мы с вами ещё поставим... Так, погоди. Закрывай ворота. Давай мы этот... Шкаф сюда подвинем. Кстати, ребят, я только недавно узнал, что игра-то, по-моему, польская. Так, давай-давай-давай-давай. Отлично. Всё, вот так, я думаю, будет хорошо. И теперь можно, в принципе, поставить капканы. Для чего, я пока сам не знаю. Но если под одним окном стоит капкан, то почему бы его не поставить здесь? Единственное, боюсь как бы самому не вляпаться, а? Так, давайте-ка вот сюда. Я хочу как можно ближе. Замечательно. И вот здесь, получается. Надо только, наверное, лампу отсюда вытащить. Вот так вот. Хорошо. Так, это что, уже начинает кто-то тут бродить или, мне кажется? Так, где капкан мой? Капкан, срочно. Вот он. Давайте его тоже установим. Да, где-то вот здесь он будет. О! Ближе некуда. Всё, шоколадно. Так, теперь главное не вляпаться в них и не забыть про них. Давайте мы дверь сейчас... Ой, дверь. Шкаф этот возьмём. Наверное, вот так вот и будем стоять. И выжидать. Сделать я пока здесь абсолютно ничего не могу. Точнее, могу сделать ещё одни бинты. Да? И у нас будет две штуки. Бинты пригодятся. У нас также есть факел, отмычка, пустая бутылка, гвозди, сигнальная ракета. Кто мне скажет, сколько сейчас времени, а? Такое впечатление, что на улице ещё не совсем-то темно. Ну, типа, вечерка. Тут у нас дофига чего открылось. И всего, получается, три карты, да? Три большие части на карте. И каждую нам нужно будет исследовать. Мне вот ещё непонятно, что это за домик, в котором написано «Свадьба». К чему это всё? Мы туда с вами тогда сходили, но ничего хорошего там не было. А вы видите, как из труб, вот эти вот шланги, которые у нас по квартире, по квартире, по дому разбросаны, с них вон даже видно идёт дым. Вот этот защитный газ. Ну, если здесь, так подумать, да, идёт газ, какого лешего тогда эти вурдалаки-упыри прут сюда ко мне? Кстати, вот мне не нравится, что капкан где стоит напротив окна. Надо будет это окошко забаррикадировать, потому что мало ли кто решит ломануть к нам через окно. Капканчик-то один, а психов, наверное, будет много, поэтому перестрахуемся. Ну, сейчас, конечно, у нас нет материалов. Будем как-то так выжидать. Ну, как видите, пока всё тихо и спокойно. Может быть, конечно, ещё времени наступило, но, тем не менее, спокуха полнейшая. Очень странно, может быть, сегодня никто меня не посетит, а? Может, я никому не нужен? Тем не менее, мне это только в плюс идёт. Так, таблеточки у нас есть, тут аккумулятор и камни. Так, вот сделаем. Сигнальные ракеты поставим. Чтобы нам не захламляли. Аккумулятор. Блин, а ведь для чего-то нам понадобится. Он стопудово вам говорю. Наверное, я всё-таки начал рано слишком здесь находиться. Сколько времени я просидел, просто-напросто впустую. Никого не было, ни слуху, ни духу. Тишина да благодать. Да. Я даже немножко расстроился. А может быть, мне дают денёк. А может быть, там как? Один день нападения, один день расслабления. А почему бы и нет? Ну, когда там утро-то наступит? Ёлки-палки. Я не знаю, блин. Ни часов, ничего. Тихо. Оу. Эта музыка мне знакома, ребята. Это означает, что наступает рассвет. Как-то странно. Вообще, ни одного шума, ни шороха, ничего не было. Никто не бродил по дому. И закончился день. Очень хорошо. Вот так бы почаще всё это было бы, происходило бы. Вот. И красное заре войдёт. Ух. Итого, ребята, у нас сколько уже? Два дня мы с вами выжили, да? Третий день начался. Ну, и мы продолжаем играть в Darkwood. Репутация увеличилась. Торговец соточка. Чё-то я не понял. А кто это у нас там снаружи стоит, а? Чё за хмырь? Ну-ка, будем на изготовке, если что. А, торговец? Передо мной стоит мужчина моего роста. Сквозь матовое стекло шлема я едва различаю удивительно знакомые черты его лица. Кажется, будто накрытый старым мешком массивный шлем сросся с его неестественно бледным телом. Какой он... Странный. Я помню его. Это он спас меня в доме доктора. Мужчина протягивает мне черную руку. Она, видимо, вся в угле. Он показывает мне надпись на дряво шерстяной рукавице. Мы должны держаться вместе, брат. Он двигает губами, но все звуки заглушает шлем. Мужчина пожимает плечами, а потом стаскивает огромный мешок с плеч и открывает его, показывая мне содержимое. Давайте покажем ему предмет, какие у нас есть. Фотография дороги. Мужчина вытирает рукавицу на левой руке о штанину, достает уголек и начинает писать. Закончив, он показывает грязную руку. Все дороги ведут вглубь леса. И это все, что ты мне мог сказать? Спасибо. Ядрена ты вошь. Ну и ценники, Странный сетящийся гриб. Стоит 50. Угу. Вот оно как. Ручка затвора. Магазин малого калибра. То есть, получается, здесь будет огнестрельное оружие. Ну, это уже утешает. Проволока. Проволока. Сто десять. Как-то не катит вся эта торговля у нас, если честно. Так, ладно, надо нам, знаете, что, быстренько выключить генератор. Зачем мы тратим в холостую бензин, с которым у нас и так проблемы. Так, что тут есть? Да ничего нету. Пол канистры, еще горючки есть, это хорошо. Давайте загасим. Сколько тут у нас еще? половина. Половиночка, половиночка, половиночка одного столбика. Вот это вот, конечно, плохо. Давайте тогда заправим. Зачем нам с ней ходить? Заполняем. Ну, все, короче, будем выливать. Насколько нам хватает? Получается, на две, на две полосочки, да? Да, практически ровно. Канистра пуста. Все, мы ее выкинули. Ну, и пойдемте, наверное, с вами быстренько куда-нибудь еще прогуляемся. Я, правда, ума не приложу. Так, погоди-ка, это что такое? Металлолом. Мертвый пес. Ага, попался все-таки в капкан. Ха, паршивец. Металлолом нам, в принципе, тоже нужен. Мы за счет него можем делать тоже себе капканы. Так, опять эти псы здесь. Ну, они, по-моему, бесконечно здесь будут появляться. Как бы их тут не бомбил, не убивал, не истреблял, они будут здесь. Опа-на, еще один капкан. Так, а мы здесь вообще были? Что это за локация такая? Металлоломчик мы забрали. Давайте-ка мы здесь с вами глянем. Так, оу, гвозди и доска. Это тот дом, а тут находится спуск в подземелье. Ага, все, я понял. Это откуда мы начинали игру? Видимо, так? Или я путаю что-то? Труп. О, бинты. Так, с бинтами у нас все нормуль. ой, ё-моё. Вот это подкол, ребят, смотрите, а. Я попал в капкан. Слушайте, я слышу звук где-то здесь грибов, где-то грибы должны быть. Слышите, как они шкварчат? Прямо как яичница на сковородке. Так, давайте маленечко наверное с вами попробуем подлечиться. Черт, я все время забываю как это надо сделать, а. Почему-то мне такая охота вот эти бинты перетянуть именно на него. Конечно же это не то. Но, тем не менее, мы все потратили. Так, тряпки. Один гвоздь, одна отмычка. Довольно неплохой лут. кровать. А вот они по ходу дела и грибы, ребята. Я офигею, жуем какие-то плесневелые грибы, которые тут я не знаю вообще такое ощущение даже, как будто они живые, а мы их употребляем. Шкаф. Так, бензин, пачка сигарет и и как говорится эти, спички. А что нам пачку сигарет то? Что толку от нее? Давай, 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 отодвигай, отодвигай. И в... О, еще грибы. Ха! Удачный день. Нажремся от души. Вход в подземелье. Спуск подземным тоннелем. Ух, давайте посмотрим, что тут нас будет ждать. чтобы поменять выбранный предмет на другой нажмите Е. Спасибо. Не, ребят, я не пошел в данный момент в подземелье только по одной причине, что у меня оружие практически на исходе. Было бы оно хотя бы целым, я же не знаю, что там нас будет поджидать. Смотрите-ка, гвоздей очень много и также досок здесь предостаточно. Теперь я точно себе забарокодирую все полностью окна. Ну что тут больше ничего нету, что ли? Получается так. Должна двигаться-то, ага, вот здесь мы сейчас в данный момент находимся. Красным было помечено это дело. Тихо, 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 ё-моё, блин, да что ж такое-то, а? Да какая перевязка, блин, давай мне ай-яй-яй-яй-яй, да что ж так печально-то все, ну, да ты будешь бить или нет, это ахмырь. Я офигею, этот тормоз, блин, отлично. Ну, хотя бы так. Давайте заберем этот кусок. Ой, половиночку мы профукали хп-шек и всего. Интересно, эта полоска будет со временем увеличиваться или нет? Или так и останется? Две полосочки, ну, никуда не годится. Да как эти, блин, бинты-то использовать, а? черт, никак не могу привыкнуть, блин. Ага, вот, все. Мне, наверное, надо куда-то вниз идти, в проход. У меня задание какое дал, оборотень? Пойти в эту, в новую локацию. поэтому, я думаю, нам нужно найти этот проход через лес. По всей видимости, он будет находиться. Опа-на. Глухой лес нам нужно. Труп лежит. Бензин и тряпка. Шикандос. бензинчик нам всегда нужен. Ну, и тряпки тоже, соответственно. Так, тут что у нас такое? Какое-то поле. Сухой лук. Так, ну, тут вообще открыта новая локация. Проход в глухой лес. Ага, вот она, ребята. Лока это. и нам нужно... Да что ж такое-то? Тут получается у нас какой-то дом. Ну, да, именно он. И через него нам, по идее, надо пройти. Надеюсь, он пустой и никто здесь не обитает. А то у меня дубиночка того... Тихо, тихо, тихо. Что там было сейчас? Ребят, там двигается стул. Сам по себе причем. Коктейль молотого. А, черт, у меня места нет в инвентаре. Ну, что за засада такая, а? Ну, вот куда вот мне? Все нужно. Так, и бензин, по идее, надо забрать, а? Так, это что-то у нас за букашки? Ядрена, ты вошь. Яма. Яма. Прожрали пол. Сюда проникла какая-то ядовитая субстанция. Нужно подумать, как ее убрать. Так, печь. Ага, вот это и есть субстанция. Блин. Вот так вот будет как-то получше. А то в темноте ни черта не видно. Смотрите, кишит, кишит, просто как будто черви какие-то. Ааа, блин, она меня травит. Так, эту дверь я не могу открыть, нужен ключ. Печаль. Ключа нет. Открыть. Ну что же делать-то, а? Шкаф пустой. Ладно, наверное, нам придется с вами вернуться сюда немножко попозже. А сейчас предлагаю пока побродить маленько где-нибудь пониже и посмотреть, что здесь вообще будет. Нам нужны что? Прежде чем сюда отправиться бинты, это однозначно, плюс целое оружие. Ну и наверное на этом все. Так, здесь абсолютно ничего мы сделать не можем. Здесь стена. внизу будет свадьба, да? Локация со свадьбой. Слушайте, вот мне интересно, ну я думаю, что вам тоже. Вообще, что это такое? Как он сюда попал? Вот этот вот мужик? Какого лешего здесь сделал вот этот доктор, который над людьми эксперименты, я понимаю, ставил? Очень интересно мне вот разгадать эту тайну. Блин, до чего заинтриговала меня эта игруля. честно вам скажу. Так, что тут у нас? Какое-то поле, да? Ну, почему-то на карте его нету. Ага, тут еще не везде, блин, можно пробежать получается. Смотрите, как все хитро здесь сделано. Опачки. Тихо, 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 тихо. Собачка. Опа, 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 опа. Так, ребят, у меня где-то есть, я не ошибаюсь, должен быть кусок мяса. Где он? Сейчас мы будем ее отвлекать. Слушайте, она если будет жрать, если она, конечно, будет жрать, сможем? Да, ну, нафиг. Слишком далековато для нее, да? А вот так? она есть, ну-ка. Опа. Ей пофиг, прикиньте, ребят. Она жрет свой кусок мяса, ей по барабану, что ее лупят. Будем это знать. На будущее, что можно вот так вот делать. Забираем все это. И больше здесь ничего нету. тут у нас какой-то, смотрите, комбайн стоит здоровый. Ну, а это локация со свадьбой. Тут, походу, ничего нету, кроме студиев и столов. Короче, неудавшаяся вечеринка. Наверное, была когда-то свадьба, но с тем, что здесь произошло, она накрылась медным тазом. Даже трупов нету, просто куда-то все исчезли. черт, еще так темно, ничего не видно. Так, это что такое у нас? Старая тележка, украшенная цветными ленточками и цветами. Старая тележка из белой бумаги. Ага, цветами, значит, ленточками из белой бумаги. А толку-то тебя? Вообще тут нечего делать, просто тупик. Ладно, будем тогда выбираться отсюда. Слушайте, я думаю, что, наверное, уже по времени то пора идти до хат до дома или можем влипнуть офигенную передрягу. Так, что у нас тут на комбайне? Я смотрю, ничего нету, ничего не отмечается. Стырить мы отсюда ничего не можем. Ладно, надо отсюда выбираться. И так уже задержались слишком долго. мне бы еще понять, как тут выйти через эти кусты. Ага, вот, 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 погоди, тупик. Вот сюда свернем. Замечательно. Вот здесь мы пробегаем спокойно, хотя здесь вроде как утро. Нихрена не пойму, там темень, тут светло. кто объяснит, почему так все происходит. Может, там какие-то аномальные зоны? Другого у меня, как говорится, домысла нету. Трактор. Ага, два полена здесь на этом тракторе. Слушайте, ну, если я не ошибаюсь, у нас там трактор, рухнувшее дерево. В общем, мы бежим сейчас в данный момент в правильном направлении. Да, вот, сломанное дерево и трактор. Как-то вот так вот. Вот она, тропиночка эта. Тихо, псарня, иди гуляй дальше. Не ладни там. Наверное, сейчас добежим до дома, быстренько с вами забарракадируемся и будем сидеть, выжидать следующего дня. Я надеюсь, у нас здесь нет никакого ограничения в днях и мы можем проходить ее хоть до посинения. Ну, и вы понимаете, о чем я говорю, да, если, например, здесь дали бы нам неделю на прохождение игры, после недели тут полная Ж, как говорится, была бы. Так, это нам, ребят, пригодится для того, чтобы мы смогли с вами делать доски. Так, маленько еще осталось, это можно, в принципе, долить в наш генератор. Я думаю, в принципе, должно хватить нам на ночь. Канистра пуста. Считай, половина бака мы заполнили. Так, у нас еще одна канистрочка есть. Так, погоди, 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 не то ты делаешь, братишка, совсем не то. Вот так надо. Подожди, вот, наполняем. Полностью выливаем. Хотя, зачем нам полностью? Давайте немножечко оставим. Нам нужно еще туда на пилораму залить совсем чуть-чуть. Этого, я думаю, достаточно будет для того, чтобы пережить не одну ночь. Как минимум две. А остальное сюда. Потому что где там пес ноет, скулит? Мне это не нравится. И, судя по времени, что уже так. 25 горюшки он тратит за один пропил. Что-то я не помню, не здесь странно. Здесь. Ага, вот наши чурки. Давайте вот так вот сделаем. И местечка-то больше нету. Ого. Так, тряпочку сюда добавим. Блин, пять тряпок он может максимум с собой таскать. Давайте сожрем эти грибы в конце концов. Опа, на тени. Так, особенно ночью может быть опасно. Увеличивать дальность обзора. Мотылёк. Ага. Могу восстанавливаться рядом с источником. Тут раз в день могу посмотреть, где я нахожусь. И восстанавливаю здоровье, поедая грибы. нет, давайте дальнозоркость. Я так понимаю, что вот это надо, да, нахождение в неосвещенных местах изучать. Да. Да, так. Подтверждаем тогда. И ещё один грибочек остался. Так, уже 140 эссенций нам нужно съесть, чтобы повысить ещё себе один навык. 150 140 это получается 14 грибов мне нужно где-то найти. Хотя карта тут ещё здоровая. Может быть и найдём. Так, 6 досок. Отлично, ещё 2 у меня есть. Итого 8. Должно хватить нам на окно. Так, давайте-ка мы сейчас с вами здесь по бэрикам всё заколотим. Баррикадируемся. Шикарно. Теперь даже как-то уверенность я чувствую. Хотя тут ещё очень много окон, которые можно в принципе заколотить. Вот так вот. Блин, жалко вот этот проём нельзя. А я бы с удовольствием бы его заклепал. Так, 5 тряпок. По-моему, 2 тряпки нужно на 1 бинт. То бишь 2 бинта я смогу сделать, если что. Давайте дальше пилить. Бензин ещё есть, так что ага, и ещё одну чурочку распилим. 12 досок довольно неплохо, я считаю. Так, оу, а, ёлки-палки, да что ж такое, я всё время забываю их забрать. по-привычке. Так, ребят, 14 досок у нас получается, да? Это с головой. Нам тут можно всё просто заделать. Лишь бы гвоздей хватило, да? Так, улучшаем, ребята, улучшаем. И заделываем окно. Так, и ещё, а в принципе всё, ребята, у нас сделано всё по фэншую. Давайте пойдём включать генератор и думаю, что будем уже пережидать эту ночку. Ну и, как говорится, переходить на четвёртый день. заодно и посмотрим, как эта ночка у нас пройдёт. Так же спокойно или будет жесть. Закрываемся. Так, табуреточку. Давай-ка её вот так вот. Да встань ты ровно-то, ё-моё, ну. Вот. Замечательно. Так, верстачок. Капкан на медведя или чего-нибудь похуже. Давайте починим себе вот погоди-ка капкан. Можно в принципе и капкан сделать. А знаете для чего мне он пригодится? Я вот так вот подумал. Помните там большой бегал лось или олень? Кто он там я хрену знает. А что если на него поставить? Вдруг с него очень много будет мяса? А вот это нам нужна штука. Дополнительная ячейка для панели быстрого. А здесь коктейль молотого. Однозарядный пистолет. Мощное оружие, но хватит на один выстрел. Лампа. Нужно держать при себе, чтобы светило. Так, ребят, по-моему, уже все. Конкретный темень. Пойдемте-ка по-быренькому с вами в комнатку. Ой, тихо, тихо, не то дело. Да е-мое, ну. Так, по-моему, уже или мне кажется, или уже что-то начинается. Или я сам себя накручиваю. Закрыли. Все, вот так вот пускай будет. Капканы на месте. Все замечательно. Осталось только ждать. Надеюсь, все будет тихо и спокойно. Хотелось бы мне, чтобы оно было именно так. Сделать мы пока ничего не можем. У нас с вами есть капкан. Даже две штуки. Здесь один у нас стоит. Тихо, 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 что там происходит. Оу! Да ладно! никого нету. Интересно. Кто это, интересно, мог открыть? Давайте-ка я, наверное, вот где-то вот здесь поставлю капканчик. потому что если кто-то ломанется на меня вдруг, я хочу домой. Не понял. так какого лешего тут делаешь? Мы должны выбраться отсюда. Зашвись, да? Ребят, на моей кровати какой-то призрак только что находился. Я, может быть, девушку жду, а он, смотрите-ка, лежит в ботинках, привыкает. Блин, может быть, дверь-то мне закрыть, а? Не нравится мне-то все. Ну, если даже предположим, да, кто-то пойдет и в капканчик-то опля и попадется. Ну, если, конечно, это будут не призраки. Против них, я понимаю, тут бесполезно что-либо делать вообще. Так, тихо, тихо. Не надо мне накалять обстановку. Смотрите, там что-то сбоку какие-то всплески энергии. Во, жуть. И музычка-то уже такая, довольно неспокойная. Черт подери, давайте так сделаем, блин. Я даже не знаю, чего сейчас ожидать. такое впечатление, что я нахожусь не в доме, а где-то на улице, в лесу. Такое эхо, знаете, вот как чисто в густом лесу, где ничего, никого не видно, только лай собак и луна над головой. Вот, чисто такая атмосфера. Опа-на. Ёлки-ты-палки, это где? Это жесть. Ух. Блин, я с этой дубинкой, долго я буду с ней бегать. Я думаю, против таких довольно хороших и сильных монстров она мне не поможет. Ну, а другого я пока не видел. Из лута, который мы находим, нам достаются только доски, бутылки, тряпки. Пока ничего такого ценного нету. Тихо ты там за стеной. Ведь стопудово ломануться сейчас ко мне сюда. Тихо, вроде утро наступает, да? Музыка начинается. Да, 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 родной солнышко, вставай. Ну, я тебя так жду. Освети нам путь. Так, пригодны к употреблению, лечат эти таблетки, значит, нам в основном им здоровье, если что. Ух, ребята, четвертый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова